Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая. С 10 августа приостановлен ввоз в Россию косточковых и семечковых культур из Поднебесной. Формально запрет вводится из-за выявления поставок продукции, которая заражена карантинными объектами. Россельхознадзор указывает, что за два последних года карантинные вредители были выявлены в 48 случаях. По каждому факту поступления в Россию зараженной продукцией Россельхознадзор направлял официальные ноты в Национальную службу по карантину и защите растений Китая. Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Запрещенные к ввозу китайские фрукты могут быть замещены краснодарскими и молдавскими, однако цены на фрукты из других регионов будут значительно выше. Фрукты и ягоды из Китая имеют привлекательный внешний вид, самую низкую цену и хорошо хранятся. Все это делает их популярными среди потребителей. Для сравнения, за один килограмм нектаринов из Китая в среднем магазине покупатель отдает 60-80 рублей, а вот за один килограмм нектаринов из Казахстана он отдаст от 100 до 150 рублей. Россельхознадзор также отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию, а в Приморье плодоовощная продукция с КНР исторически занимает доминирующую долю в структуре товарооборота. Доля поставок яблок достигает 50%, нектаринов, персиков и абрикосов свыше 90. Быстро заместить такой объем продукции не получится, а специалисты уже ищут решение возникшей проблемы. Так, выпадающие поставки яблок могут быть частично замещены российскими производителями. Однако основной объем таких поставок приходится на центральные регионы страны, и до Приморья они могут не дойти. В настоящий момент для России существует не так много рынков, на которых можно закупать фрукты и овощи. В частности, это иранский рынок. Закупленные продукции до 10 августа, которые мы закупили, на нее цены не поменяются. Продукции хватит до конца августа. Ну а дальше будет альтернатива, конечно, замещающая продукция. По семечкам это яблоки и груши это Россия пойдет, Сербия, ЮАР, Молдова, Новозеландия. По косточкам это персики, абрикосы, нектарины, сливы. Это Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. Эксперты считают, что временный запрет серьезно не повлияет на российский рынок. Однако Сибирь и Дальний Восток, где китайские поставки занимают львиную долю фруктового рынка, недостаток ассортимента ощутят. А вот насколько сильно покажут ближайшие месяцы. Добавим, что запрет на возраст распространяется не только на товарные партии, но и на аналогичную продукцию в ручной кладе и багаже. Так что съесть содержимое аппетитных упаковок придется перед границей. А в ожидании дефицита предприимчивые продавцы фруктов уже поднимают цены. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.